Весенние каникулы 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 факультета ветеринарной медицины, зоотехнии и биотехнологий Дальневосточного государственного аграрного университета Раини Шарвадзе. В рамках договора между образовательным учреждением и центром «Мой бизнес» приглашенные специалисты проводят встречи, мастер-классы и форумы. Участие ученых, хорошо знакомых с условиями ведения хозяйства на Дальнем Востоке, позволяет формировать современные научно обоснованные подходы к работе сельхозпредприятий. У нас есть определенный опыт в том плане, что и поголовье крупного рогатого скота у нас больше, и продуктивность животных выше. Видимо, есть разница в каких-то подходах, и мы это будем сегодня обсуждать. Участниками семинара стали около 20 сельхозпроизводителей. Вместе они рассмотрели вопросы кормления, доения крупного рогатого скота и содержания молодняка. Среди слушателей присутствовали как уже опытные фермеры, так и те, кто только решил попробовать себя в сельском хозяйстве. Мы планировали в течение ближайших двух лет что-то начать с свое дело и остановились на том, что сейчас государство очень помогает с сельхоз, с развитием, особенно молочка, наш смедоведческий район. Получается, ну, очень по молоку мало как бы развито. Мы решили остановиться на этом, на крупный рогатый скот. Программы обучающих семинаров продолжатся встречами в Ленинском и Октябрьском районах автономии. Специалисты Центра Мобизнес заверили, что готовы к серьезному обсуждению самого широкого круга вопросов работы предприятий агропромышленного комплекса. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21. 50-летний юбилей детско-художественной школы Биробиджана торжественно отметили во Дворце культуры областного центра. Праздничную программу открыла выставка «Горизонты творчества» в Музее современного искусства. В экспозиции представлены работы воспитанников и педагогов школы, среди которых немало известных мастеров. Сегодня выставка под названием «Горизонты творчества» приурочена к юбилею детско-художественной школы. Нашей любимой художке исполнилось целых 50 лет. И выставка, поскольку она юбилейная, она получилась особенной. Мы представили и работы, лучшие, конечно, работы воспитанников детско-художественной школы, мы представили работы тех преподавателей, кто сейчас прививает любовь к изобразительному искусству детям, и работы ветеранов. Школа выросла на голову, много стало учащихся, много преподавателей молодых и очень талантливых. Гости смогли также ознакомиться с фотовыставкой, повествующей о творческих буднях учреждения. Здесь же была развернута музыкальная гостиная и фотозоны. И только после показа итогов работы и истории школы все участники переместились в зрительный зал, со сцены которого прозвучали многочисленные поздравления юбилярам. Сегодня мы поздравляем с юбилеем нашу художественную школу. Я думаю, что в этой школе учат именно волшебству. Так вот, я желаю, чтобы преподавательский состав, ученики продолжали творить свое волшебство. Было как можно больше талантливых, заинтересованных людей в творчестве. И радовали нас этим творчеством. От имени главы ЕАО Ростислава Гольдштейна награды отличившимся педагогам вручил заместитель председателя областного правительства Илья Семенов. Он отметил большую роль школы в формировании культурного облика автономии. Свои награды наставникам и воспитанникам учредились сенатор Юрий Валяев, департамент культуры, мэрия города. Творческие подарки коллегам преподнесли хореографические, вокальные и театральные коллективы города. Софья Геннатулина, Кирилл Богаченко, Новости 21. Смотрите далее. Придать городским улицам опрятный внешний вид подрезку деревьев с дизайнерским подходом проводят в Биробиджане специалисты из Москвы. Живая классика в Биробиджане назвали победителей регионального этапа Всероссийского конкурса чтецов. Сюрпризные дарования воспитанники детской хореографической школы представили свои авторские композиции на суд зрителей. Конфликты среди подростков и инструменты их разрешения в Биробиджане прошел областной межведомственный семинар, посвященный профилактике буллинга в школах. Особая дата в истории, Дню авиации и космонавтики посвятили праздничную программу в Биробиджане. Работы по кронированию деревьев проводят в Биробиджане специалисты из Москвы. По приглашению губернатора Ростислава Гольштейна в областной центр из столицы России приехала группа рабочих во главе с опытным ландшафтным дизайнером. Особое внимание уделяется деревьям вдоль автомобильных дорог, которые разрослись настолько, что загораживают обзор водителям и закрывают дорожные знаки. Задача московских специалистов – провести обрезку деревьев и кустарников так, чтобы потом, обрастая листвой, зеленое насаждение приобрели опрятный внешний вид и стали настоящим украшением улиц нашего города. Сейчас очень удачное время, когда мы начинаем, еще деревья спят. За то время, когда мы их пострижем и они начнут сейчас как раз давать приросты, у нас будет два летних прироста, когда дерево прям может само себя сформировать. И вот к концу лета как раз у нас будет уже какой-то красивый, симпатичный вид. На следующий год, я уже думаю, что будет вообще супер. Специалисты уже провели обрезку кустарников на городской набережной, пешеходной зоне Арбата и на площади Дружбы. Работы будут проводиться в течение всего апреля. Никита Натапов, Богдан Патрин, Кирилл Богаченко. Новости 21. Живая классика. Самый масштабный детский литературный проект России для школьников пятых-одиннадцатых классов. Участниками регионального этапа стали 16 чтецов из всех районов автономии и областного центра. Ребята выбрали отрывки из прозаических произведений зарубежных и русских писателей. Часто звучала военная тематика. Отрывок из повести Виталия Закруткина «Матерь человеческая» прозвучал в исполнении Татьяны Малютины. Голос, разводясь с немцами, держа в руках острые вилы. «Молчишь», – повторила она, – «ничего не знаешь и сказать ничего не можешь». Музыкальное сопровождение и костюмы создавали атмосферу времени. Анелли Казакова из села Благословенная для прочтения отрывка из сказки «Алиса в Зазеркалье» выбрала стиль театра одного актера. «А вычитание, знаешь, из восьми и девять сколько будет?» «Не знаю, но зато…» «А вычитание не знаешь», «А деление, знаешь, раздели бухоньку хлеба на нож, что получишь?» На выступление отводилось от трех до пяти минут. Не только этот критерий играл роль в профессиональной оценке жюри, которые составили педагоги, преподаватели актерского мастерства, режиссеры театра. «Мы прислушивались к точке зрения этих людей, когда наш ребенок переигрывал. То есть крик в зал, школьник не видел глаз тех зрителей, которые его слушали. Ну и кроме того, наверное, малое прочувствование того эпизода, который читался. Безусловно, снижались баллы за временные рамки». Подводя итоги, члены жюри дали несколько профессиональных рекомендаций чтецам. Ошибкой судьи посчитали также произведения, из которых ребенок вырос. И, конечно, снижали баллы за арфоэпические и акцентологические нарушения. Жюри предоставило слово и педагогам-участникам. Они обменялись опытом с коллегами по поводу упущений со стороны самих наставников. «Это работа учителям очень и очень большая, скрупулезная. Правильно научить ставить ударение, проверять детей, прежде чем они вот сюда выйдут. Правильно он ставит ударение или нет». В результате подсчета баллов трое чтецов были отмечены почетными дипломами лауреата конкурса «Живая классика». Руслан Глушенков, Валерия Левхина и Ульяна Болтажиева в мае представят область на финале в Артеке. Екатерина Кувалдина, Денис Денисов. Новости 21. На сцене Биробиджанского колледжа культуры и искусства прошел фестиваль «Конкурс малых форм хореографического мастерства. Сюрпризные дарования». В ходе мероприятия воспитанники детской хореографической школы показали свои наработки и умения в постановке танца. И многое, что вошло в программу концерта. Выходило за рамки образовательной программы. «Этот конкурс и этот фестиваль, уже галоконцерт сегодняшний, мы, безусловно, посвящаем году педагога и наставника. Потому что преподаватели, классные руководители нашей школы, которые очень много вкладывают в своих ребят, сегодня все номера, которые рождаются у детей наших, они, конечно, посвящены своим любимым преподавателям, своим любимым педагогам». Ученики школы на сей раз выступили в роли балетмейстеров и авторов композиций. Они самостоятельно придумывали каждый элемент номера. Для кого-то участие в конкурсе стало уже не первым опытом самостоятельной работы. «И мы с ней решили продолжить традицию, потому что раньше я участвовала, и теперь мы все вместе с ней участвуем. И это очень тревожно и трепетно, потому что для меня сочинить номер и показать – это намного серьезнее и важнее, чем станцевать номер, который поставил педагог. То есть тут, конечно, страшно, как на это посмотрят, как на это отреагируют. И подготовка тоже очень волнительная и большой стресс». Родители тоже не остались в стороне. Каждый пришел поддержать своего ребенка и увидеть, на что он способен. «В сюрпризных дарованиях они участвуют каждый год. И каждый год мы приходим и любуемся, как дети самостоятельно сами, либо с помощью педагогов ставят номера. «В сюрпризные дарования» – это такой конкурс, где ребята показывают, на что они готовы сейчас показать свои творческие возможности, способности, которые проявились у них уже в течение своей жизни». Многообразие стилей и постановок – от народных танцев до модерна. Ребята раскрылись для зрителей совершенно с новой стороны. Фестиваль закончился награждением участников и победителей. Каждый получил памятные призы и ценный творческий опыт. Софья Гинатулина, Денис Денисов, Новости 21. Пути решения проблемы школьных конфликтов искали участники областного межведомственного семинара «Практикума», который прошел в Биробиджанском центре «Мост». Открылся семинар небольшой постановкой «Я-один» школьного театра «Амели» из села Благословенного, в которой юные актеры раскрыли суть проблемы. Буллинг – это травля или агрессивное преследование одного человека другим в виде оскорблений или физического воздействия. По словам детского омбудсмена Ирины Пинчук, с буллингом сталкиваются более половины российских детей. И лишь треть из них готовы об этом рассказать. «Последние обращения, которые были у меня со стороны родителей, вот они говорили как раз-таки о такой травле, о травле психологической, о травле, которая длится несколько лет, о травле, которую не хотят замечать педагоги, о травле, которую не хотят замечать руководство администрации, образовательной организации. Ну и в итоге ситуация просто вышла из-под какого-то контроля». Нередко такие конфликты выходят за пределы школы и заниматься ими приходится правоохранительным органам. Заявления в полицию поступают, но привлечь к ответственности агрессивного подростка не удается из-за его возраста. Поэтому сегодня очень важна именно профилактическая работа среди школьников и педагогов. Но, как показали проверки прокуратуры, в образовательных учреждениях ЕАО все еще есть над чем работать. «Результаты надзорной деятельности говорят о том, что сегодня у нас ни в одном из образовательных учреждений области не обучены медиаторы. Службы медиации созданы, но они фактически… Ну, нет понимания, как им работать, да, потому что нет медиаторов, опять же, обученных. Да, приняты положения, там, приказы о создании. Допустим, педагоги даже не всегда и знают, да, что они могут обратиться в данную службу». Служба медиации – это некая структура, состоящая из специалистов, педагогов, учеников и их родителей, которая призвана оказывать всяческую помощь в решении конфликтных ситуаций. Как ее организовать в школах области, рассказали педагоги-психологи центра «Мост», а также выразили готовность помочь образовательным учреждениям на начальных этапах. Никита Натапов, Кирилл Богаченко, Новости 21. За всю историю пилотируемых полетов в космос уже сложились традиции проводов экипажей. Но до сих пор знаковым остается восклицание «Поехали!», которое произнес Юрий Гагарин на старте в открытое космическое пространство. 62 года назад он стал пилотом корабля «Восток». Полет вокруг нашей планеты прошел успешно. 12 апреля – важная дата в истории человечества. А Юрий Гагарин стал символом покорения космоса. Такими же знаковыми стали имена руководителей космических программ. Один из них – Сергей Королев. По современным оценкам, успешный исход полета составлял не более 46%. Но колоссальный шаг для всего человечества все же был сделан. Облет земного шара занял 108 минут, после чего корабль приземлился в Саратовской области. Это событие открыло эру управляемых полетов в космос. В День космонавтики в еврейской автономии проводятся многочисленные мероприятия. Свою программу праздника подготовили в Преамурском государственном университете имени Шалу Малейхима. С открытой лекцией «Вселенная, жизнь, разум» перед слушателями выступил кандидат физико-математических наук Виталий Земляк. На каком этапе сейчас находится астрономическая наука и какие перспективы освоения космоса, поиска жизни. И хочу поговорить все-таки о пилотируемой космонавтике, о истории пилотируемой космонавтики, какие перспективы видятся в ближайшие десятилетия по освоению ближайшего космоса. Лектор выделил ключевые аспекты события, рассказал о пользе освоения космоса. Студентов и школьников ждут тематические выставки и обсуждения кинофильмов, посвященные космонавтике и героям космоса. 12 апреля давно стало не просто памятной датой. Это символ великих побед нашей страны. Россия по-прежнему остается одним из лидеров освоения околоземного пространства. Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко. Новости 21. Редактор субтитров А.Семкин